добрейшее утро и мы продолжаем изучать тору а конкретно мы изучаем тему благодарность самое приятное вообще цикл уроков которые только у меня были за всю жизнь потому что уже сегодня 21 урок и я просто чувствую как моя жизнь кардинально меняется улучшается и все что обещал равшава маруш книги сад благодарности начинает реализовываться он обещал что откроются все ворота вообще будет рай на земле слава богу слава богу чтобы не сглазить чувствуется динамика динамика чувствуется я думаю что вы тоже и чувствуете я ее чувствую все участники чувствуют напишите в комментариях чувствуете ли вы динамику улучшения своей жизни после 21 урока благодарности обратите внимание самое главное начните вести дневник благодарности записываете записывайте свои вот за что вы благодарны каждый день что потом это читает перечитывать фиксируйте за что вы благодарны и это будет просто фантастическое изменение мы сейчас кстати делаем мы делаем такой дневник благодарности чат-бот куда можно это все заносить и где будут истории все все будут мы будем собирать высказывания истории связанные с благодарностью как это делать и так далее то есть вы там записываете благодарность он вам постоянно напоминает о том что надо благодарить записывать благодарность мы кстати ищем спонсора этого проекта чтобы сделать его ярко красиво если кто-то хочет быть быть таким спонсором знаете проводником благодарности чтобы тысячи людей подписчиков друзей и кры они через этот чат-бот записывали свои благодарности всевышнему это у вас будет огромная заслуга то есть вы будете как бы создадите очень серьезную историю поэтому кто хочет быть спонсором этого проекта вот кто чувствует что всевышний вам дал много дал и вы благодарны всевышнему и вас много есть избыток всего вы хотите людям дать быть проводником счастья благодарности пожалуйста обратитесь к якова шатадина значит это несколько тысяч долларов это не сотни тысяч не миллионы а эффект от этого будет как от миллионов долларов поэтому отлично теперь значит сегодня у нас 22 урок 22 урок и говорит нам равва шаломару следующую вещь он говорит смотрите как интересно получается вот человек человек например значит хочет быть более благодарным он понимает что действительно даже тора и и тора это как песня песня благодарности и вообще служение всевышнему это это как ну вот леодот благодарить леодот это есть как бы признание всевышнего благодарность представьте он сделал первого человека поставил его в рай первую чек что должен был делать просто благодарить сказать спасибо тебе вообще всевышнему говорит все бери только это не делай хорошо хорошо все будь благодарным то что нельзя делать не делай но что делать человек он то что у него есть не ценит все у него был весь расти сад а что у него нет он говорит о а вот это вот я хочу вожделенное для глаз глаза глаза видят сердце хочет рутину не делает и началось теперь здесь он говорит такую вещь что сейчас секундочку значит говорит он такой вещь это у нас сегодня 21 урок 21 урок у нас сегодня откуда что такое все значит он говорит такую вещь что мы должны наше предназначение благодарить всевышнего славить его и превозносить это есть основа служения это есть главный инструмент связи со всевышним это есть главная наша цель задача намерения человек должен распевать господа славить его слагать песни и молитвы значит теперь он приводит здесь очень много отрывок из отрывков из книги зоор это каббала из псалмов и так далее которые эти отрывки все доказывают что восхвалять всевышнего нужно песней песни нужно восхвалять всевышнего и он говорит известно что сила напева весьма велика и способна пробудить сердце человеческое и приводит он историю про раби натана это ученик раби нахмана из блеслова который был в каком-то эмоциональном негативном состоянии и потом он потихоньку начал напевать напевать какую-то мелодию и чем сильнее пел тем эта мелодия превращалась в радостную песню и через какое-то время он начал молиться с огромной радостью и воодушевлением великом сосредоточении в чудесном наслаждении то есть здесь мы пришли к тому что надо конечно петь надо петь и вот эти вот песни есть в у хасидов есть например хасидов хаббат есть не гуним это песни без слов тандарата татан они вот так поют есть там поют на разные есть шаббатные песни в субботу есть на каждой трапезе обязательно поют песни шаббатные да но например вот у меня не было такого особого соединения с песнями пока я сегодня это не прочел я прям сегодняшнего дня собираюсь заняться пением заняя займусь сейчас пою знаете это сейчас точно спою то есть начинаю петь натренироваться петь воспевать свыше прямо доказано что нужно петь человек должен продолжает он человек должен оживлять себя радостными мелодиями особенно во время молитвы тогда я начал напевать воодушевление во мне росло и росло и остальную молитву произнес весьма великой радости написано в псалмах 105 псалом написаны такие слова благодарите господа призывайте имя его возвестите среди народов деяния его пойте ему славьте его рассказывайте обо всех чудесах его это в псалом 105 так он говорит как же так ты это читаешь это есть алель во все праздники читают алель это такая специальная молитва прославления всевышнего и вот некоторых синагогах его поют этот алель о ду ля шэм китов килорам хаздо поют маши в ля шэм есть такой псалом что я верну богу коль так муло и алай все его милость его на меня а как я ему отвечу за это козы шо сэс а стакан стакан спасения подниму да увы шэм а шэм и кра и имя всевышнего воззову до именем всевышнего воззову не дурай ля шэм а шалим свои обеты перед богом я заплачу на гданали коль а мо то есть иногда это поют очень красиво поют этот алель а есть некоторые синагоги его просто читают так читают быстро так он говорит что это такое вы произносите в псалме что благодарите бога призывайте имя его возвестите среди народов деяния его пойте ему славьте его так это же надо петь он это говорит или еще в псалме приводит девяносто восьмой псалом радостно восклицайте господу вся земля откройте уста ликуйте и пойте значит так надо ликовать и петь есть сотый псалом служите богу в радости до значит молитва должна быть радости и знай если бы люди заканчивает он пели благословения которые они произносят ежедневно пели псалмы которые следует произносить каждый день придавались бы благодарению воспеванию всевышнего все беды отступили бы и настало бы избавление ведь все огорчение все болезни приходят лишь из-за недостатка радости какая удивительная вещь чекова говорит я не радостный потому что я болею он говорит наоборот у всего из духовные корни ты болеешь потому что ты не радостный и все ведь все огорчение все болезни приходят лишь из-за недостатка радости благодарение песен и поэтому над миром тяготеют обвинения как уже говорилось прежде все значит отсюда мы понимаем что нужно петь берем псалмы начинаем петь на маши вляшем что верну я богу коль так муло и алай все милости его на меня когда он столько нам дает а мы не поем нужно обязательно петь и тут мы переходим на 21 урок в книге в книге равзелик плистин где он нам говорит что всевышний нам посылает каждый день напоминания о том что надо быть благодарными оказывается всевышний не просто так он нам сказал благодарите и мы уже знаем что надо благодарить но многие забывают узнаете забываешь особенно вот у меня меня вы просто мне в мозг выносят негативные люди вот когда я вижу человека который не благодарны всевышнему и который вот у него все хорошо а он прямо прямо он лезет в негатив прям он ищет как бы запихнуть себя в негативы окружающих и меня эти люди просто вот я удивляюсь мне надо как-то научиться с этим тоже работать но я меня вот это тоже как бы загоняет сразу в яму заноси на близкие люди то есть но опять же вот сегодня кстати этот рок вот здесь он поможет нам в такие моменты оставаться благодарными даже если на вас нападают негативные люди которые вас каким-то образом обижают а мне благодарны и ну и так далее да то можно в этот момент наоборот как бы использовать это для усиления своей благодарности всевышнему как называется этот урок римандер ступе grateful напоминают напоминал очки на звоночке чтобы быть благодарным он говорит за алмайки да на английском такое красивое слово алмайки это всемогущие всесильный дамает это как бы он может а у майки это всемогущие всесильные сенс ас констант римандер ступе грейт вол он нам посылает констант постоянные напоминала чте чтобы мы были благодарными каким же образом спрашивает например кто у нас спрашивает да жанна спрашивает как же он не жанне напоминает а пожалуйста веневре си сам ван хуис лэкин самсин когда мы видим кого-то кому недостает чего-то да вот мы видим кого-то кому недостает важного а у нас это есть в я вьет и доза римандер to be grateful это и есть напоминал очка чтобы быть благодарным и он приводит пример вот например а мы видим человека other persons в какой-то ситуации мы видим человека в какой-то ситуации например значит кто-то едет на на кресле каталки и мы видим его первая реакция жалко человека правильно жалко человека он говорит добавь мне вторую реакцию скажи в этот момент спасибо всевышнему что я иду на ногах спасибо чти то есть вот он не сейчас напоминает что я не дай бог я бы тоже мог бы ехать на этом кресле так поблагодарить за то что ты не на кресле каталки что ты можешь идти на своих ногах дальше например например ты видишь сам он который занимает просите деньги у него нет денег он просит просит милостынь или просит занимает в долг и так далее у него тяжелая финансовая ситуация и ты можешь здесь в этот момент это служит тебе азримандер что ты можешь поблагодарить всевышнего что у тебя лучшая финансовая ситуация чем у него например да что ты не должен у тебя есть деньги ты не просишь у кого и так далее то есть вот тебе пожалуйста напоминать или ты увидел его это тебе всевышний шлет напоминаю прямо сейчас чтобы ты был благодарен ты не ценишь но никто не гарантировалась на людей были очень богатые потом они стали настолько бедными что они просто в долгах не ну просто жуткая ситуация один человек очень богатый он был реально но когда я с ним познакомился он был миллионер и ну то есть очень богатый обеспеченный человек который жил очень красивой жизнью потом буквально за несколько лет он работал просто на самых черных работах потому что ему нечего было кушать представляете уже люди то есть начале он занимал кто-то ему старался помочь но у него такая полоса началась черная и самая черная его была полоса когда он впал пессимизм и начал с негативом относиться к людям в этот момент люди перестали ему тоже помогать то есть это было самое страшное вот в его яме и тогда уже когда люди перестали ему помогать потому что он плохо относился к людям и его негатив вот это все это но люди избегают очень негативных людей потом он дошел до как он рассказывал до самого дна вот он говорит все я уже понял ниже падать некуда и в этот момент я расслабился перестал негативить кстати он тоже изучал книгу равшалома ароша сад благодарности я думаю что эта книга ему больше всего помогла и в этот момент он пошел вверх он пошел вверх он расслабился у него стали у него стало все 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 налаживаться слава богу дай бог ему здоровья у него все налаживается пока он еще богатым не стал но во всяком случае он вернул полностью помощь и поддержку других людей потому что когда человек благодарны когда он видит добро когда он позитивный то есть естественно все хотят с ним общаться все хотят быть рядом с ним дальше он говорит следующую вещь сен сам англ с и унес когда ты видишь кого-то кто болен это именно служит для тебя римандером чтобы ты должен быть в этот момент он решает ты должен быть в этот момент рад и счастлив что ты здоров то есть все ситуации вокруг тебя которые ты видишь когда людям хуже чем тебе в этот момент это первое это включает тебя им помочь иногда ты можешь помочь иногда не можешь помочь но ты всегда можешь в этот момент поговорить всевышнего сказать спасибо тебе что я не в этой ситуации я вспоминаю сейчас одну одну шутку но сейчас я как раз и вспомнил когда готовился к уроку тут дальше он пишет одну интересную деталь он говорит когда ты видишь пожилого кого-то дача который уже в возрасте которому тяжело а ты молодой пока это как раз для тебя римандер напоминал очка спасибо всевышнему что я молодой что у меня есть еще столько возможностей римандер да теперь дальше если ты видишь вот мы дошли до интересного момента если ты видишь кого-то кто пессимистик и он такой весь негативчик пессимист и то поблагодарив этот момент всевышнего appreciate having a more optimistic and grateful approach to life поблагодарив всевышнего что ой слава богу что у меня такой оптимистичный и благодарный approach подход к жизни слава богу то есть каждая деталь окружающего мира когда ты видишь что кому-то хуже чем тебе или вообще плохо или вообще ему тяжело это для тебя напоминалка поблагодарить в этот момент всевышнего и сказать спасибо 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 и включиться на добро теперь он пишет такую вещь но be careful be very careful будь очень очень осторожен чтобы не сказать это вслух потому что если ты скажешь это вслух он приводит смешно пишет например если ты например он пишет счастлива женат а у тебя есть друг который сингл он сейчас не женат и и ты ему говоришь каждый раз когда вижу тебя я думаю как я благодарен всевышнего что я женат он говорит это вообще неправильно так нельзя сказать или ты видишь кого-то у кого нет работы а ты говоришь вот когда думаю о тебе я думаю какая вообще благодарен что у меня есть хорошая работа он говорит нельзя так говорить потому что если ты так скажешь что у второго кто это услышит будет хороший шанс сказать когда слышу как ты говоришь такую глупость это поднимают мой благодарность всевышнему что они такой дурак как ты то есть если ты будешь кому-то скажешь это вслух то тот кому ты это сказал может сказать спасибо всевышнему что они такой дурак как ты и вот тут в этот момент я вспомнил я вспомнил такой анекдот как один человек пришел к врачу врач его обсматривает обследует и говорит вау хорошо бог говорит очень хорошо прекрасно великолепно такой радостный врач а тот спрашивает доктора шаш так хорошо что же так великолепно я же более долго себя чувствую доктор горит великолепно что у меня этого нет я говорю такой счастливый что мне этого нет так это как раз доктор из случая что так нельзя говорить то есть нельзя это это нужно благодарить всевышнего про себя и но никак не вслух в эти моменты, когда ты кому-то помогаешь и видишь кого-то, кому хуже, чем тебе. И дальше он приводит пример из своей жизни. Когда, говорит, я ехал на работу по одной из улиц, то там всегда была пробка. Я каждый раз злился, каждый раз я злился и приезжал на работу злой. И однажды я ехал по этой улице, и была страшная авария, была очень сильная авария. И когда была авария, скорой забирали, я увидел госпиталь, мимо которого я проезжал каждое утро. Я не замечал этот госпиталь раньше, знал, что есть госпиталь, но не обращал на это внимания. И тут я увидел аварию, увидел, как скорые везут людей в этот госпиталь. И я с этого момента каждый раз, когда проезжал по этой улице, я думал не о том, как плохо, что я еду по улице на работу, и у меня есть пробка. А я думал о том, слава богу, что я не попал в аварию, слава богу, что я не в госпитале. Сколько людей, прекрасных, добрых людей находятся в госпитале, болеют, им сейчас плохо. А я еду просто на работу в своей машине и слава Богу, спасибо Всевышнему. И он говорит, я начал приезжать на работу совсем-совсем в другом состоянии. Мы не видим все реально. Человек живет только в своих мыслях и только в своем выборе. Что ты хочешь замечать? Или ты хочешь замечать добро Всевышнего, благодарить Всевышнего и через эту благодарность соединяться со Всевышним и получать больше добра? Или ты выбираешь видеть полупустые стаканы, видеть зло, ждать зло и получать зло, которое ты выбираешь? Это вот единственный выбор у человека, настоящий, глубокий, важный, который он в жизни делает. Выбери жизнь, сказал Всевышний, выбери добро, выбери благодарность, выбери соединиться со Всевышним через эту благодарность и будет тогда все великолепно, все хорошо. Все, желаю вам шаббат шалом, чтобы мы радовались шаббату, чтобы мы радовались всем возможностям, которые Всевышний нам дает. В мире сейчас есть миллиарды людей, у которых нет воды, нет еды. В мире сейчас миллиарды людей, которые болеют. В мире есть каждый день уходит из этого мира 350 тысяч человек, уходит заканчивает свою жизнь. Если вы сегодня здоровы, у вас есть работа, у вас есть где жить, у вас есть чистая вода, есть еда, то прыгайте до потолка от радости, танцуйте, пойте песни, восхваляйте Всевышнего. Благодарность Богу, потому что он добро, и на вечную милость его. Шаббат шалом, чтобы в заслугу нашей благодарности Всевышний увидел этот свет, радостный свет, такой радостный свет, и сказал Всевышний, что все, хватит войн, хватит пробуждать людей, ведь войны и зло пробуждают людей, чтобы они заметили, что такое добро. Только на контрасте это работает. Но если мы будем благодарить Всевышнего и искать поводы, нам не нужны будут напоминалки в виде того, чтобы делать для нас зло. Знаете, как бывает, человек видит, когда кому-то плохо, он ему скажет спасибо Всевышнему, а если он не замечает, он видит кому-то плохо, он говорит, вот ему плохо, а мне еще хуже, и мне еще хуже будет. И Всевышний говорит, ну давай попробуем, делает ему плохо, человек начинает молиться, спаси, 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 возвращает его обратно, ой, спасибо, спасибо. Не, ну вообще я сам, конечно я сам. И опять он негативит. Все, как только мы перейдем на благодарность, сразу заканчиваются все войны, все пленные возвращаются домой, все выздоравливают, наступает счастье, радость, уходят все болезни, поэтому дело сейчас осталось чуть-чуть нам, да, вот у нас есть сейчас 190 человек, 190 человек присутствуют на уроке сейчас, 190 человек начинают благодарить Всевышнего целый день, и делятся этим уроком, каждый с пятью знакомыми пишет, я благодарен Всевышнему, что у меня есть такой хороший друг, как ты, послушай, как важно быть благодарным, и тысяча человек, потом еще тысяча, и тысяча, все, благодарность, она просто осветит этот мир ярким, веселым светом. Всем удачи, успехов, шаббат шалом, и встречаемся в воскресенье на 22-м уроке цикла «Благодарность». Все, счастливо, пока, шаббат шалом. Все, счастливо, пока, шаббат шалом.